Наше дело. Наше дело. Наше дело. Здравствуйте. В эфире информационно-аналитическая программа «Наше дело». Это программа о самом главном. О том, что волнует любого из нас. Это то, о чем каждый может сказать. Это наше дело. Гостя в студии я представлю чуть позже. А начнем мы, как обычно, с рассказа о самых значимых событиях недели. Итак. Примечательный прецедент в масштабах России создан губернатором Брянской области. Александр Богомаз вышел с предложением упростить льготное кредитование малых и средних сельхозпроизводителей. И получил поддержку на федеральном уровне. Месяц назад на одном из оперативных совещаний в региональном правительстве губернатор в очередной раз осведомился положением дел в агропромышленном комплексе Брянской области. В начале года в преддверии грядущих посевных многие хозяйства готовятся взять кредиты, получить субсидии. Однако выгодные варианты не всем доступны. К такому выводу пришел Александр Богомаз, внимательно изучив справки профильных ведомств. Оказалось, что некоторые малые и средние сельхозпредприятия могли лишиться возможности получить поддержку в виде льготных кредитов. Губернатор тогда раскритиковал чиновников, недостаточно внимательных к нуждам аграриев. Если вы даете, дам, не дам, то получается, что там кто-то заинтересован, Александр Григорьевич, и весь отдел проверить, это проверить на другие работы. Бизнес. Бизнес. Разве они в душе бизнесмены должны заниматься бизнесом? Ну, не чиновничьей работы. Или мы вместе работаем, или на свободные хлеба. Ну, не так. Департамент в департамент. Этого не будет. Тогда же губернатор взял ситуацию под личный контроль, но только этим не ограничился. С 2017 года по постановлению правительства России несколько усложнилась процедура льготного кредитования. В первую очередь это отразилось на небольших сельхозпредприятиях, которым стало трудно начать весенние полевые работы. И это в то время, когда на счету каждый погожий день. Ставить под угрозу будущий урожай решительно нельзя. Такова позиция Александра Богомаза. Губернатор по личной инициативе обратился в Министерство сельского хозяйства России с конструктивными предложениями. Сократить сроки рассмотрения заявок на кредиты до двух рабочих дней. Уполномочить филиалы региональных банков согласовывать льготные краткосрочные кредиты. Предложение Александра Богомаза в Минсельхозе приняли. И это примечательный прецедент. Ведь ранее мнение регионов фактически не учитывалось при согласовании вопросов такого рода. И значительная часть средств проходила мимо малых и средних сельхозпроизводителей в пользу крупных предприятий. При распределении средств, которые выделяются на возмещение процентной ставки, чтобы учитывались мнения регионов. Потому что до этого мнения регионов никто не учитывал. Ну и самое главное, что ту дотацию или те кредиты льготные, которые выделять будут нашим сельхозпроизводителям, чтобы они были пропорциональны определенной продукции. Чтобы не было так, что компания производит 10% продукции, а получает 50% дотации. Таким образом, аграрии получили возможность практически моментально получать льготные кредиты на самые насущные нужды. Дело за сельхозпроизводителями, за их рачительностью, желанием работать и получить хорошие урожаи. В свою очередь, Александр Богомаз потребовал от чиновников теснее сотрудничать с аграриями, отвечая им поддержкой в получении льготных кредитов. Лечный контроль, каждый дневный отчет и что сделано в каждом районе. Потому что сегодня это основа и будущих урожаев, и основа будущего благополучия наших сельхозпроизводителей. Кстати, наш корреспондент отправился в Стародубский район, чтобы посмотреть, как обстоят дела с кредитованием сельхозпроизводителей. Губернатор Брянской области Александр Богомаз стал инициатором ускорения процедуры получения льготных кредитов для сельхозтоваропроизводителей. В начале марта многие аграрии Брянской области пожаловались главе региона на сложности с получением 5-процентных краткосрочных кредитов в банках. Казалось бы, новая программа финподдержки должна была помочь сельхозпроизводителям, но механизм был недоработан. В ходе видеоселекторов с Минсельхозом глава Брянской области, как один из радеющих за развитие сельского хозяйства в нашей стране, обратился с рядом конструктивных предложений. В частности, Александр Богомаз предложил сократить срок согласования заявок Министерством сельского хозяйства с 7 до 2 рабочих дней. Ведь ставки высоки на кону будущий урожай, который селянам нужно вовремя защитить и подкормить. Инициативу губернатора Брянской области поддержало Министерство сельского хозяйства. Спустя неделю после видеоселектора на совещании в российском правительстве предложения Брянской области были озвучены и включены в проект решения по вопросу получения льготных кредитов сельхозтоваропроизводителями в регионах. Чтобы все аграрии Брянской области вовремя получили выгодный кредит под 5%, губернатор поручил контролировать процесс выдачи денег на местах. Главу Стародубского района мы застали в банке. Татьяна Серяг звонила на горячую линию Минсельхоза, чтобы узнать, на какой стадии рассмотрения заявка одного из стародубских сельхозпроизводителей. Скажите, пожалуйста, есть ли в реестре кредит КФХ Охлама в Брянской области? Ваша заявка поступила в Минсельхоз 17 марта этого года. Поэтому 17 марта уже на рассмотренный ответ был. Какая информация, когда был ответ на прабанк? Номер исходящего мы не предоставляем, неуполномоченную такую информацию. Все вопросы по ответам, по решениям, это уже ваш полномоченный банк с вами обсуждает. Ответ ушел, да? В банк? Да. В этом году, конечно, большая проблема с получением льготных кредитов под 5% обещанных нам правительством. Но благодаря вмешательству нашего губернатора Брянской области Александра Васильевича Пагамаза, который сам ездил в Москву, ходил по министерствам и искал, на каком этапе были потеряны рабочего времени при одобрении этих кредитов, у нас сейчас эта ситуация сдвинулась с мертвой точки, и несколько заемщиков уже получили кредиты. С момента реализации программы льготного финансирования Брянский региональный филиал на постоянной основе принимает заявки от агрария области для их дальнейшего принятия на полномоченном органе и согласования с Минтельхозом. В числе тех, кому уже повезло взять 5% кредит на минеральные удобрения, Николай Томилин. Часть удобрений глава хозяйства закупил заранее за собственные сбережения, но для получения запланированного урожая зерновых пришлось взять дополнительные средства в банке. Я зимой купил еще 180 тонн. Вот озимых на 900 гектар озимых мне хватило. 180 тонн. Я по 200 килограмм подкормил свои все озимые. А сейчас вот меня с понедельника уже будут привозить. За этот кредит, который вот я взял, мне привезут 350 тонн. 350 тонн. С понедельника начнут. Это мне нужно будет на сев кукурузы и на подконку травы. Многолетних трав. Да, многолетних трав. Кукурузы у меня будут посеяны 800 гектаров. Весна в этом году ранняя. И многие сельхозпроизводители Брянщины уже вышли в поля. Галина Николаевна Лазаренко посеяла 250 гектаров озимой пшеницы. Растения перезимовали хорошо. Сошел снег и пшеница готова к вегетации. Теперь ее необходимо подкормить минеральными удобрениями. Их развивающийся производитель закупила в полном объеме. Заявку на льготный кредит подавала в начале января. В этом году мы планируем 450 гектаров земли. У нас озимых 250 посеяно. Которые мы сейчас в полном объеме закупили удобрения. Вот сейчас селитру подкормим. То есть все это вовремя у нас получилось. Очень хотелось бы, чтобы и коллегам моим также повезло, чтобы этот механизм заработал быстрее, чтобы тоже получили удобрения. Сегодня в области льготные кредиты на удобрения, горюче-смазочные материалы, средства защиты растений получили производители из Брасовского, Жуковского, Стародубского районов. Брянским аграриям уже предоставлено более 300 миллионов кредитных рублей. По данным департамента сельского хозяйства, озимые культуры и многолетние травы активно подкармливают минеральными удобрениями во всех хозяйствах Брянской области. А в Стародубском, Навлинском, Климовском, Гордеевском и Погарском районах уже начался сев яровых. Свой профессиональный праздник, день войск Национальной гвардии Российской Федерации, отметили военнослужащие, гражданский персонал и ветераны войск Управления Национальной гвардии России по Брянской области. В этом году праздник впервые отмечается в стране. Военная выправка и стать офицеров, парадные мундиры, блеск орденов и медалей. На торжественном мероприятии личный состав Брянского управления Федеральной службы войск Национальной гвардии, ветераны и гражданский персонал. Это имеет особую ритуальность для Брянской области, которая в силу своего приграничного расположения все больше сталкивается с преступностью, контрабандой оружия, наркотиком, попытками незаконного проекновения радикалов. Хотя управление Росгвардии по Брянской области сформировано недавно, между органами власти региона и вашим ведомством сложилось очень конструктивное взаимодействие. Прежде день нацгвардии отмечался как день внутренних войск МВД. На их базе и появилась новая силовая структура. Среди основных задач Росгвардии – борьба с терроризмом и экстремизмом, охрана правопорядка и важных государственных объектов. Питейные заведения в Брянске растут как грибы после дождя. Не смущает торговцев алкоголем даже соседство с детскими площадками. Возмущение горожан стало поводом для следующего сюжета. Несколько дней назад в брянских СМИ появилась информация, что очередной пивбар открывается чуть ли не на детской площадке. Появилась вывеска и недобрая для родителей весть о скором начале работы злачного места. Проходит несколько дней и вывеска исчезает. Видимо, чтобы раньше времени не поднимать лишний шум. Вывеску сделают, опять начнем писать, звонить, требовать. Есть же какие-то нормы морали и правила. Если бы наше мнение спрашивали, разумеется, все, особенно те, кто ходит на эту детскую площадку, разумеется, все были против. Здесь будут теперь пьянки сплошные, какая здесь будет собираться публика. Можно ли решить эту проблему законодательно? Существуют же регламенты, где и как должны находиться пивные бары. На каком расстоянии от школ, детских садов, входят ли в список детские площадки. Расстояние это утверждается органами местного самоуправления. В Брянске это 50 метров. В радиусе до 50 метров данные предприятия, такие как пивной бар или торговая точка, где реализуют пиво и пивные напитки, расположено не может быть, потому что она реализует алкогольную продукцию. А вот детская площадка, которая находится во дворе или на территории, соприкасающейся с каким-то домом, и там в этом доме или где-то рядом открывается торговое предприятие, она не подпадает. Получается, что от детской площадки строить бар можно хоть в метре. Закон не запрещает. Однако существуют регламенты, которые могут сыграть на руку, если вы не хотите питейные заведения в вашем дворе на вашей детской площадке. Жильцы, которые находятся в одном доме с торговым предприятием, во-первых, там может быть все что угодно. Один поток, заезд транспорта, выгрузка товара, и тут же ходят люди, собаки. Это уже по санитарным нормам запрещено. Только вот по этим фактам можно закрыть данное торговое предприятие. Ну а если у пивбара на Романа Брянского с санитарными нормами все в порядке. Например, есть необходимое место для выгрузки товара, отдельный от жильцов вход и все вышеперечисленное. Тогда, как говорится, welcome drink. Причем, хоть через песочницу. Напрямик. Отойдем от темы детских площадок и посмотрим на проблему более глобально. Если верить, что спрос порождает предложение, можно ужаснуться. Судя по тому, сколько в Брянске пивных баров складывается ощущение, что пьют все поголовно. Недавно федеральный проект «Трезвая Россия» составил рейтинг национальной трезвости. По нему Брянская область занимает 42 место. Результат не худший, но есть о чем задуматься. Брянские служители Мельпомены отметили свой профессиональный праздник творческим капустником. На сцене областного театра драмы Содружество брянских актеров подготовило праздничную программу «Эко» Брянского леса, посвященную Году экологии. Бабочка закулисная, которую мы сейчас... И гусеничка, гусеничка актерская. Кто поймает ее, будет счастливым человеком весь год. В фойе профессор энтомологии и дезинсекторы. Зрители, пришедших на театральный капустник, проверяют на наличие вредителей. Театр погрузился в год экологии. Все сильнее ощущаю боль украды, Куда с форой с пауной росла. О салатах говорят одни нитраты, И нитраты в каждой рыбине сидят. С 90-го года у нас уже эта традиция проводить капустники в наш профессиональный праздник. Я горда тем, что эту традицию ввел мой отец. Он был первым сценаристом капустников, которые были вот тогда в 90-е лихи. А сейчас, сегодня... Ну вот в этом году у нас не просто капустник, а театральный эко-капустник. То есть в стране объявлен год экологии. Мы идем в ногу со стороной и со временем. Если в прошлом году мы шутили по поводу кино, В этом году мы пытаемся шутить по поводу экологии. Что происходит в стране? Экологии год. Больше проблем ведь у нас почти не осталось. Нам бы природу почистить хоть самую малость. А как же проблемы с деньгами? Само все пройдет. Аккуратно! В этот день сцена объединяет актеров всех брянских театров. Каждый подготовил свои номера, а потом их связали одной главной идеей. Как важно жить в чистоте. И это не только очищенные от мусора улицы и леса, но еще и чистые взаимоотношения между людьми. Актеры драмы, тюзы и кукольники шутили, грустили, облачали в гиперболы и метафоры свои размышления на эту тему. Очень интересно, очень весело. Зачастую Капустник бывает гораздо интереснее непосредственно на спектакле, потому что очень много таких короткометражек, они не затянуты. Пожелать хочу и артистам Брянского драматического театра, и вообще всем артистам не терять вот этого самого важного огня внутри. Гореть сердцами, но не сгорать. Побольше хороших ролей, побольше хороших работ, достойных работ. Реализоваться так, как хочется каждому из них. Я поздравляю всех актеров и режиссеров с Днем Театра. Наступает вторая часть нашей программы, и я с удовольствием представляю нашего гостя, член Совета Федерации, представитель от Брянской области Сергей Калашников. Сергей Вячеславович, здравствуйте. Здравствуйте. Мне бы хотелось начать нашу встречу, как ни странно, со стихов великого русского поэта лицом к лицу, лица не увидать, большое видится на расстоянии. Вот мне бы хотелось, чтобы вам, как чиновнику федерального уровня, поскольку, безусловно, виднее издалека, что из себя представляет сегодня Брянская область, чтобы вы дали оценку. Я сейчас не чиновник, а представитель законодательной власти, именно представитель Брянской области, поэтому я тоже в определенной степени предвзятое мнение имею. Но я могу сказать, поскольку все-таки основная головная у меня боль, такие общефедеральные проблемы, для чего я и послал Совет Федерации, это все-таки то, что я с большим удовлетворением отмечаю, что мне не стыдно за Брянскую область последние два года. То есть дело в том, что Брянская область одна из очень немногих, кто реально в 2016 году показала рост сельхозпроизводства, промышленного производства, повышение доходов от международной деятельности экономической, то есть, другими словами, как по центральному федеральному округу Брянская область находится среди первой тройки, так и, в общем-то, в целом по стране. То есть в той ситуации, когда страна находится в кризисе, Брянская область, которая испытывает то же самое давление кризиса, все-таки показывает достаточно впечатляющие результаты. И меня лично это радует. Я, скажем так, определенной степени горжусь Брянской областью. Вы были на выставке в Совете Федерации? Я должен сказать, причем это не только мое мнение, но и мнение моих коллег, что презентация Брянской области в Совете Федерации, а у нас каждое заседание, та или иная область презентируется, было наиболее интересным и впечатляющим. И выставка, как основной, как говорится, элемент, наглядно это продемонстрировала. Достаточно сказать, что ко мне подошло несколько сенаторов, и некоторые вещи, не буду называть какие, попросила приобрести для них с этой выставки. Вот так вот. Да. В частности, продукцию дядьковских стеклоделательных заводов. Наверняка вы знаете о том, что в любом регионе, где бы то ни было, в любом городе, да, есть, безусловно, совершенно полярное мнение насчет событий, происходящих у нас здесь. На мой взгляд, да, наверное, здесь можно говорить о том, что все познается в сравнении. Вот вы, как именно член Совета Федерации, вы можете как-то провести какой-то, ну, приходится вам наверняка бывать в разных регионах и видеть все своими глазами, какой-то вот сравнительный анализ. Вот к тому, что вы сказали совершенно правильно, что все подознается в сравнении, я бы еще добавил еще один очень важный принцип. Гвоздь в ботинке важнее мировой революции. Поэтому лужа возле подъезда, разбитая дорога, невозможность записаться к врачу – это то, что на людей действует гораздо более сильно, эмоционально, ну, чем абстрактно, лишь бы не было войны, скажем так, понимаете? Поэтому понятно, что недовольство людей, протест людей, он, безусловно, имеет объективную под собой причину. И когда мы сравниваем отдельные области, отдельные регионы, районы, то нужно понимать, что где существует как бы объективная ситуация, а где, ну, скажем так, субъективно от того, что плохие чиновники, плохое управление или еще что-нибудь. Вот последнее событие, которое всколыхнули Брянск, это доступность рецептов по лекарству. Дело в том, что это абсолютно надуманный, ажиотажный, а может быть в какой-то степени спровоцированный конфликт. Ничего нового Росздравнадзор с 1 марта не ввел. У нас есть по закону, что все основные сильнодействующие лекарства продаются по рецепту. Другое дело, что аптеки игнорировали этот закон. Кстати, по данным ВОЗ, Всемирной организации здравоохранения, 15% смертей приходится на самолечение. Это реальность. И самолечение – это большой бич нашей медицины. Я попытался записаться, допустим, в поликлинику. Мне сказали, что запишут через две недели, а болит сегодня. Я вынужден лечиться. Кто мне подскажет и чем подскажет? Но вот эта ситуация, когда с 1 марта Росздравнадзор жестче отнесся к аптекам, привела к тому, что люди пошли за рецептами. А вот эта проблема рецептов, доступности рецептов, которые раньше не выписывались, а сейчас надо выписывать, наложилась на то, что общая доступность здравоохранения достаточно плохая. Вся реформа после 2012 года привела не к улучшению качества и доступности, а к улучшению. И у Брянска здесь проблем более чем достаточно. Они старые, застарелые проблемы. Но нужно сказать, что система организации медицинской помощи в Брянской области находится не на высоте по сравнению с другими областями. И вот столкнулось два одиночества. То есть ажиотажный спрос и плохая доступность. Вот и был вот этот вот всплеск. Проблема заключается в том, что эту проблему в рамках России нельзя решить, потому что есть объективные проблемы, связанные с организацией здравоохранения. Каждый главврач эту проблему решает в своей поликлинике. И есть очень много очень эффективных главврачей, которые эту проблему решают. Кстати, это же продемонстрировало и медицинское руководство Брянской области. Когда жареный петух клюнул, то моментально эти очереди за рецептами рассосались. Правда, остались все проблемы, связанные с доступностью здравоохранения. Просто записаться к терапевту – такая же проблема, как и до 1 марта. Сергей Вячеславович, вот вы как доктор экономических наук. Все-таки вы сказали о том, что последние два года Брянская область и регион вас радуют. Вы можете как-то подвести под какую-то экономическую подавлеку? Почему это произошло? Я бы сказал так. Два основных источника вот этого роста. Первый рост Брянская область показала совершенно беспрецедентный уровень самоорганизации сельхозпроизводителей. Именно самоорганизации. Да, я отвечаю за свои слова. Ну вот представьте себе, что в начале 90-х Климовский крахмальный завод, крупнейший завод в Советском Союзе, закрывается из-за недостатки сырья картофеля. На сегодняшний день площади под картофель, я затрудняюсь назвать цифру, но увеличились в несколько раз. И производительность увеличилась тоже в несколько раз. Это не государство сделало, не пришли сюда какие-то капиталы. Это сами люди, работающие на земле, самоорганизовались, создали соответствующие структуры, взяли современные технологии, и вот вам результат. Факт, что на сегодняшний день в Брянской области под посевы не хватает земли, вынуждены корчевать леса. Ну и слава богу. Правильно. Это слава богу, но достаточно поехать в другую область, в любую соседнюю, и там заброшенные поля, которые зарастают лесом. Понимаете? Это первое. То есть вот этот потенциал самоорганизации сельхозпроизводителей, это совершенно уникальное явление для Брянской области. И оно дало естественный экономический прирост. Хорошо. Второе – это промышленность. Второе – это встречный вопрос. А почему в других областях не происходит самоорганизование наших сельхозпроизводителей? Вот если бы задали вопрос, почему власть в других областях не способствует этому, то я бы ответил, что и в Брянской области в предыдущие годы тоже, наверное, она не очень способствовала. Я еще раз подчеркнул, ну, какое-то проявление уникальной пассионарности. Я не знаю, чем обусловлено, что вдруг появилось десятки сельхозпроизводителей, которые вдруг в разваленных хозяйствах стали получать урожаи в 3-4 раза выше и сеять, 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 и сеять, собирать и продавать. Нет у меня ответа на этот вопрос, почему в других областях это не делают. Будем считать, что это географическая аномалия. Но есть и второй момент, подъем промышленности, что вообще уникально для нашей страны. Я понимаю, что был усиленный оборонзаказ. Этот оборонзаказ дал очень мощный толчок целому ряду уникальных брянских предприятий. Я по просьбе коллег из Брянска заказал академику Аганбегену Абелгезовичу сделать небольшой анализ вот этого экономического, как я называю, чуда Брянской области. И там все это расписано по полочкам. Вот главный источник – это рост промышленности через оборонзаказ и рост самоорганизации сельхозпроизводителей. Ну и я, конечно, не списываю роль руководства. То есть все-таки без поддержки сверху многие вещи делаются с трудом. Хотя, если возвращаться с сельхозпроизводителям, то в 2000-е годы, я так понимаю, что они развивались не при поддержке власти, а, например, вопреки ей. Ну а сейчас есть поддержка и сам Бог видел. Ну да, кому и рост идет. С одной стороны, вы представляете Брянскую область в Совете Федерации, с другой стороны, вы член команды губернатора. Вы можете вот так вот с двух сторон оценить эту команду? Вот, к сожалению, нет. Дело в том, что мои функции быть не в Брянске, а мои функции лоббировать интересы Брянска, прежде всего, ну и вообще регионов России, потому что Верхняя Палата Совета Федерации – это Палата регионов в представительном органе власти. То есть, другими словами, на примере Брянской области я пытаюсь что-то провести или, наоборот, заблокировать то, что идет во вред регионам. Но, прежде всего, конечно, у меня еще и задача, чем можно помочь Брянской области. То есть, это хождение по чиновникам, это соответствующее лоббирование интересов Брянской области и так далее. Это целое искусство? Это не искусство, это просто, грубо говоря, ну, скажем так, определенная функция. Я всю жизнь, не всю жизнь, вернее, но последние 25 лет во власти. Ну, естественно, что у меня есть некоторые дополнительные возможности, но не более. Но во внутреннюю жизнь Брянской области, естественно, у меня нет ни оснований, ни, в общем-то, компетенции вторгаться. Поэтому я с командой вот как раз внутри Брянской области, ну, я бы сказал, знаком не очень. Я больше знаком, как ни странно, с руководителями предприятий. Дело в том, что я посчитал, что если через администрацию области получать те или иные просьбы, задания, которые нужно лоббировать, то это будет узкое горлышко, но нельзя же делать такую многоступенчатую передачу информации. Поэтому я сразу через своих помощников, через личные контакты объявил, что я готов работать со всеми заинтересованными, с руководителями. И на меня выходят просто рядовые, не рядовые, просто руководители предприятий, и я точно так же пытаюсь им помочь, потому что помогая им, я помогаю области. Сергей Вячеславович, коли вы не так близко знакомы с командой губернатора, то тогда уместен вопрос примеры. Вы можете привести тех интересов нашего региона, которые вы пролоббировали успешно? Ну, знаете, самая реклама, по-моему, самая худшая, что для политика. Я не собираюсь в Брянской области никуда баллотироваться, поэтому мне реклама не нужна. Но если говорить не... Понимаете, здесь проблема, что нужно говорить конкретно, а не хотелось бы говорить конкретно. Но я могу сказать так, что, ну, во-первых, я пытаюсь по тем программам, по которым идет софинансирование из федерального бюджета, сумму этих денег увеличить. Не всегда, но иногда это удается. Второе, это госзаказ. Ну, я могу привести пример автокранового завода. Когда возникли проблемы с госзаказом, то мы постарались что-то сделать. Это же относится еще к целому ряду предприятий. Понимаете, принятое решение о госзаказе и выигранный конкурс еще не означает, что деньги пойдут, да еще желательно не в декабре месяце. Это тоже моя функция. Второе, это, скажем так, качественное обеспечение предварительной информации для руководства Брянской области. Я, например, член трехсторонней комиссии по межбюджетным отношениям. Прежде чем правительство примет какое-то решение, трехсторонняя комиссия рассматривает эти документы. Я, например, считаю, что эти документы, те, которые имеют интерес для Брянской области, чем скорее попадут на стол замом губернатора, ну, в частности, по экономике, по финансам, тем они быстрее могут под них подстроиться. Ну, например, вот буквально на днях, на той неделе произошло заседание, где изменили методику расчета софинансирования по дорожным фондам. Значит, нам нужно менять, ну, грубо говоря, нашу программу и нашу заявку. Ну, я отослал, надеюсь, что это будет использовано. Ну, можно, например, приводить еще цель или от вещей. Я особо хотел бы обратить внимание. Я считаю, что с одной стороны я действительно от исполнительной власти Брянской области, а с другой стороны по статусу члена Совета Федерации я выполняю еще и представительство со стороны народа. У меня в каждом районном городе сидят помощники, которые ведут прием. В месяц это где-то примерно около ста обращений. Но это больше тысячи в год. И мне кажется, что когда люди обращаются ко мне, кстати, есть такая тенденция, что поскольку я ассоциируюсь с ЛДПР, то ко мне идут уже после того, как какой-то круг сделали. Но мне кажется, что у меня есть больше возможностей помочь в реальных совершенно вопросах, чем, ну, допустим, у рядового депутата. Почему? Не потому, что депутат менее значим. Просто у меня за многие годы, когда я был тоже депутатом, и был министром, и работал в правительстве, есть хорошее знание коридоров власти. Я вот, например, если чувствую, что человека обидели, я сразу пишу два письма. Начальнику того, кто обидел, и в Генеральную прокуратуру. Как правило, Генеральная прокуратура, получая соответствующее письмо, обязана просто хотя бы проверить. Но сам факт, что приходит прокуратура и спрашивает, почему ты здесь... То есть, если прокуратура пришла, она не может не найти что-то. Как правило, это решается быстрее. Не совсем обычный, наверное, вопрос сейчас прозвучит. Но, как написано в Википедии, к помощи которой мы, воленц-неволенц, что называется, прибегаем, там сказано, что Сергей Вячеславович Калашников, он не только доктор экономических наук, но еще и кандидат психологических наук. Вы могли бы вот так вот сходу, без всякой подготовки, дать психологический портрет нашего губернатора? Ну, вы знаете, нет, к сожалению, не могу. Во-первых, потому что сапожник всегда без сапог, а во-вторых, психологический портрет – это, ну, скажем так, непростая вещь, и ее так просто не сделать. Хотя я всю жизнь занимался психологией личности, психологией управления, но это не очень непросто. Я могу в определенной степени высказать свое впечатление от деловых качеств Аистана Васильевича Богомаза. Во-первых, начнем с того, что он честный человек. Вот вы понимаете, много можно разглагольствовать о том, что нужно ударить по рукам ворам, коррупционерам и так далее. Но я мало встречал людей, которые искренне являются последовательно честным человеком. Человек, который действительно только за счет того, что ударил по рукам ворам за последний год, например, в дорожном строительстве, действительно реально Брянская область в 2016 году ввела дорог за те же и даже меньше деньги, в три раза больше, чем в предыдущей, в 2014-2013 и так далее. Второе, то, что относится к его деловым качествам, то, что он, безусловно, целеустремленный человек. Вы знаете, есть такое, вот я в определенной степени это соотношусь с собой, стать большим начальником, губернатором, министром, это в определенном смысле дело случая. Но только одни люди думают, что это они ухватили Бога за оборудование и в силу их исключительных личностных качеств эта должность им досталась. А другие понимают, что это случайный выбор. И как же надо себя не уважать, чтобы, ну скажем так, не соответствовать этому выбору. Если уж тебя, грубо говоря, поставили на высокую должность, от тебя зависят миллионы, каким же нужно быть мелким человеком, чтобы тылить мелочь по карманам, если можно так выразиться. Человек должен соответствовать этой должности. Так вот, по-моему, Александр Васильевич как раз человек, который четко понимает, что став губернатором, он должен как личность этой должности соответствовать. Ему нелегко. Окружение совершенно специфическое. Там есть определенный исторический опыт управления в Брянской области. Я многих губернаторов знал, принимал активное участие в их работе. Но вот Александр Васильевич это человек, который, ну грубо говоря, понимает, что он находится на служении у брянцев. И еще один очень важный момент. Он, безусловно, очень компетентный человек. Человек, который никогда не стоял за станком, а потом становится министром промышленности, при всем уважении к этим людям, я даже не могу называть их слишком много, но вы понимаете, все-таки он не может стереоскопически видеть всю отрасль. Я напомню историю знаменитого министра финансов Витте. Он за 4 года на железной дороге прошел все должности от обходчика до товарища министра путей сообщения. Понимаете, нужно знать, ну скажем так, реальную жизнь. Александр Васильевич вышел из реального бизнеса, из реальной жизни, из реального производства. Поэтому его компетенция здесь, на мой взгляд, впечатляет. Сергей Вячеславович, спасибо вам за нашу небольшую беседу. Вы употребили такое выражение, когда к вам подошли на выставке и так далее, не помню точно, и сказали насчет брянского чуда. Как-то не очень хочется, чтобы это вот так вот было, как некое чудо, свалившееся на нас по Божьей благодати. Естественно, что мы с вами в чудеса не верим. За всеми этими чудесами стоят вполне реальные люди. Мне хочется, чтобы это чудо брянское стало просто реальными нашей повседневной жизни. Но это зависит от брянцев. Вообще, вы знаете, на пограничье всегда живут более активные люди. И не просто активные, более целеустремленные. Вот мне кажется, вот то, что произошло в сельском хозяйстве, в Брянщине, действительно самоорганизация, как бы как самозарождение жизни. Я считаю, что это как раз следствие определенной психологии, которая существует в брянских людях. У нас в гостях был Сергей Калашников, член Совета Федерации, Федерального Собрания Российской Федерации, представитель администрации Брянской области. Это была программа «Наше дело», которую вы можете посмотреть в течение субботы и воскресенья в повторах, либо на нашем сайте по адресу губерния.тв. Всего вам самого доброго. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин